Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Фактически остался один денек, чтобы вы потерпели меня. Впереди выходные. Я очень надеюсь, что вы их проведете очень хорошо, друзья, потому что важно, чтобы на следующей неделе вы снова вернулись на брифинге, на рынке с хорошим настроением, потому что именно настрой является одной из составляющих частей успеха в трейдинге на всех секторах и сегментах финансовых площадок. Ну что ж, давайте поговорим о том, о чем не говорить нельзя. Это о распространении китайской коронавирусной инфекции. Надоела тема, признаюсь, мне тоже, друзья, хочется уже переключиться на традиционный фундамент и поискать там, в отчетах, в статистике, какие-то новые путеводные огни для того, чтобы действовать по рисковым инструментам. Но нам не получится этого сделать, пока мы не закроем тему с эпидемией, потому что ничто сейчас не влияет так на настроение, на тренды в плане защиты риска, как именно угроза негативного воздействия этой самой пандемии на мировой экономический рост, на доллар, на отдельные страны, которые наиболее уязвимы, например, в торговом секторе, в туризме и так далее. Нам приходится приспосабливаться под все это, ну и, разумеется, стараться разобраться, не упустить интересные движения и воспользоваться ими. Друзья, к статистике 64 437 заболевших, 1383 летальных исхода. Важно отметить, что Всемирная организация здравоохранения, очень интересная статья, можете поискать ее в интернете, сделала прогноз, что при негативном развитии событий, при негативном сценарии, две трети жителей Земли будут заражены. Если спроецировать это на текущий процент летальных исходов, то фактически получается, что смертность может превысить 100 миллионов человек. И тут же вспоминается инфекция испанка. Тоже, если кому интересно, много лет назад она унесла жизни больше 100 миллионов человек. И вот периодически человечество сталкивается вот с подобного рода вызовами, уж, наверное, не природными, но которые очень сильно влияют, в принципе, на благополучие всего человечества. Китай выявил новую методику установления именно факта заболевания. Это основная причина, почему количество заболевших скакнуло. Раньше приписывали не коронавирусу, именно то, что происходит с человеком, например, с повышенной температурой, с традиционными симптомами пневмонии. Но вот сейчас все-таки пришли к выводу о том, что прежние допущения, что распространение вирусной инфекции пошло на спад, это допущение было ошибочным, друзья. Я ни в коем случае не сгущаю краски. Нет, я хочу, чтобы вы вместе со мной были реалистами и прекрасно бы понимали, что если все-таки все будет развиваться хотя бы в том же самом русле, как и сейчас, то, друзья, в плане именно, в проекции воздействия всего этого на то, что происходит на финансовых рынках, это обречет на затяжное снижение всего, что имеет отношение к риску, к сырью, потому что сырье и рост сырьевых инструментов базируются на спросе. И все это будет толкать вверх защитные инструменты. Поэтому можно сказать, что вирус сейчас должен переквалифицировать многих трейдеров, долгосрочных инвесторов. Я всегда вообще добиваюсь того, чтобы, друзья, вы не занимались ерундой внутри дня, вы открывали позиции на долгосрок, адекватно оценивая фундаментальный фонд. Вернемся к тому, что на рынках нефть 56,33, да, мы подросли, но у нас снижение прогноза спроса на нефть от ОПЕК, от администрации энергетической информации, у нас рост запасов нефти в США, у нас проблема с точки зрения понимания того, как ОПЕК будут действовать, потому что до сих пор они не уподобились даже собраться на внеочередное заседание на уровне министерств. Технический комитет, это, конечно же, ерунда. Когда же они будут действовать? У нас сокрушительное падение спроса на нефть со стороны Китая. Часть промышленных предприятий вернулись к работе, но незначительные. Часть спад все равно. От планки в 15 миллионов баррелей аппетита Китая в день на нефтянку, этот спад сейчас составляет 2,5 миллиона. То есть 2,5 миллиона выбыло, и ОПЕК пытается согласовать снижение добычи на 600 тысяч. Ну, друзья, математика элементарная. Вы должны понимать, что даже если ОПЕК все-таки примут решение о увеличении код по снижению добычи на 600 тысяч, как ранее обсуждалось, вряд ли это сильно повлияет на в целом ситуацию резкого падения спроса со стороны экономики Поднебесной. Поэтому, если вы нефть покупаете, если вы считаете, что произошел разворот, слом трендовой динамики, ну уж не знаю, чем вы руководствуетесь. Если честно, мне даже неинтересно, потому что я вижу фундамент, который четко указывает на вектор движения. Конечно же, мы можем и не пойти сразу туда, но я надеюсь, вы умеете отделять, друзья, каткосрочную динамику от серьезных долгосрочных посылов и вектора конкретного, который из этого вытекает. Рубль 63.37 на фоне того, что я прогнозирую снижение цен на нефть, на фоне восстановления доллара, друзья, я думаю, что российская валюта в ближайшие недели снова окажется выше 64, даже в ближайшие дни, а в ближайшие недели пойдет на цель в район 65. Доллар иена 109.78, данные по инфляции не разочаровали, 2,5% с 2,3% роста, базовое значение инфляции держится на отметке 2,3%, заявки на пособие по безработице 205 тысяч, крайне низкое значение. Ларик Кудлоу, экономический советник Белого дома, накануне сообщил о том, что при такой статистике и при минимальном влиянии на экономике распространения коронавирусной инфекции из Китая темпы экономического роста могут составить 3%. Сегодня в 16.30 данные по уроничным продажам, в 17.15 промышленное производство и вишенкой на торте к концу дня будет мичиганский индекс, я ожидаю хорошие цифры, поэтому доллар будет расти, опять же, и благодаря своим защитным свойствам, и благодаря статистике, которая не разочаровывает. Золото растет 1575, цель 1600, она сохраняется. Евро против доллара 1.0833, апрельский минимум 2017 года, а я вам, друзья, говорил, что евро обречен на снижение. Сегодня у нас темп экономического роста в 13.00 по московскому времени. До этого мы разбирали промышленное производство, я даже не стал смотреть на прогнозы, которые ожидают эксперты. Сегодня я абсолютно уверен, что статистика, она разочарует, поэтому еще один слабый релиз, это еще один довод в пользу новых стимулов. По евро как действовать, я рекомендую, друзья, удерживать в короткие позиции. Те, кто профукал шанс продать евро раньше, ну, сами виноваты те, кто в коротких позициях уже. Друзья, давайте копить профит. Фунт против доллара 1.3040. Вчера взрывной рост на контрасте с динамикой евро. В частности, восстановление британца было связано с кадровыми перестановками в Министерстве финансов Англии. И Джавида заменили на Асунака, и считается, что тот последний, больший сторонник политики Джонсона, и он поддержит и впоследствии поможет через Министерство реализовать новые планы по налогово-бюджетному стимулированию. Я не уверен, что это фактор долгосрочного роста, друзья. Я ориентируюсь на слабые цифры ВВП в первом квартале, которые неизбежно будут таковыми из-за снижения промышленного сектора. И я все-таки жду новостей с полей переговоров Англии и ЕС. Неделю назад мы помним, как фунт на потенциальном пересмотре правил МИФИДа очень резко обвалился. Поэтому какая-то дополнительная новость касательно диалога и торговой сделки также может сделать необходимое и спровоцировать снижение фунта ниже уровня 1.30. Короткие позиции для меня в приоритете. Австралийц 0.67.17. То есть уже с профитом, друзья, ждем закрепления ниже уровня 0.67. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.